Кому подходит цвет волос махагон и как выбрать свой оттенок? Каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась о смене прически. Помимо стрижки, можно изменить и оттенок волос. Махагон цвет волос имеет красные и бордовые оттенки. При этом он не выглядит ярким. Имеет большую палитру оттенков, поэтому легко подобрать оптимальный тон с учетом индивидуальных особенностей. Апостроф закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Кому подходит и так, кому идет махагоновый оттенок? Людям с осенним цветотипом он подойдет идеально. Хорошо сочетается с темными карими или черными глазами, с муглой кожей. Наиболее яркие тона подойдут зеленоглазым, но обязательно со светлой кожей. Рекомендуется женщинам с натуральным русым или каштановым цветом, слегка рыжим. Махагоновые цвета идеально подойдут взрослым женщинам. Но некоторым можно краситься в них после 20 лет. Главное – иметь ровный тон кожи лица. Когда не стоит окрашивать волосы подобные оттенки при покраснениях кожи, воспалениях, куперозе, атопическом дерматите. При наличии веснушек и пигментных пятен. Популярные оттенки и не всегда стандартный классический тон идеально подходит. Чаще всего приходится добавлять другие варианты. Самые популярные цвета – темный махагон. Естественный коричневый цвет с небольшим добавлением красных и оранжевых отливов. Сочетается с карими глазами и смуглой кожей. Медно-каштановый махагон имеет красновато-желтый оттенок и подходит для светлых зеленоглазых людей. Светлый махагон. Имеет золотистый оттенок окрашивания. В домашних условиях можно использовать перманентные краски, оттеночные средства и натуральные красители. Апостроф закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Стойкие краски. Три популярных красителя. Лаурил Крем Глосс Махагон 550. Уэлла Уэлла Тон Махагон 5 пятых. Ревлон Каларсил Каштановый Махагон 32. Стоит учитывать, что стойкие краски трудно смывать. Их можно применять только при сильном желании приобрести такой цвет. Стойкие краски могут поменять цвет на 3-4 тона. Оттеночные красители наиболее востребованы. Следующие косметические продукты. Бальзам Эстел Соло Тон Махагон 1,32 дает рыжеватый потон. Бальзам Туником Махагон 5,54 имеет красно-рыжий потон. Шампунь Солером Шампу Калор Махагон. Окрашивает волосы на 1-2 тона в зависимости от исходного оттенка. Цвет смывается через 2-5 процедур мытья головы. Это зависит от качества и структуры волос. Оттеночные средства выдерживают на голове от 10 до 40 минут в зависимости от желаемого результата. Натуральные красители можно приобрести готовую хну с оттенком махагон. Для очень темных волос достаточно использовать обычную хну без добавок, она даст необходимый потон. Из натуральных средств обычной рыжей хны легко самостоятельно сделать этот цвет для светлых и чуть более темных волос. Для коротких волос до плеч достаточно 25 грамм порошка, это 1 пакетик. Длинным волосам понадобится 50 грамм, это 2 пакетика. Рецепт из какао. Соединить необходимое количество хны, 2 ложки какао и добавить горячей, но не кипяченой воды до состояния средней густоты. Равномерно распределить по длине, обернуть пакетом и полотенцем. Выдерживать от 30 минут для очень светлых волос до 90-120 минут. Мыть в проточной воде до полной прозрачности. Этот способ придаст волосам красные и коричневые тона. Состав с гвоздикой смешать хну 2 стакана. Листы молотой гвоздики развести горячей водой. Нанести на пряди, обмотать пакетом и тканью. Через 30-90 минут вымыть голову проточной водой. Этот метод добавит интенсивности и яркости цвету. Если хочется насыщенного, но не слишком яркого отлива, можно добавить 1-2 часа. Лист кофе. Рецепт со свекольным соком. Порошок хны соединить с 1 стакана. Лист корицы залить теплым свекольным соком. Распределить по длине и обмотать пакетом. Смыть проточной водой через 20-50 минут. Корица придает золотистый, светло-коричневый оттенок. Она обладает разогревающим действием, может вызвать зуб и раздражение. Если кожа головы начинает чувствовать себя некомфортно, необходимо сразу же смыть красящий состав. Частичное окрашивание волос тем, кто хочет экспериментов, но боится делать все и сразу, можно выбрать любую технику неполного окрашивания. Омбре. Постепенный переход от натурального или темного цвета к светлому. Главный плюс. Нет понятия отросших корней. Красить волосы можно раз в несколько месяцев. Балаш применяется сразу 2-3 сочетающихся между собой цвета. Почти милирование, но красят только 2 третьих длины от кончиков. Брендирование, как и милирование, делается на всю длину, но использует несколько оттенков. Шатуш. Плавный горизонтальный переход цвета. Должен получиться естественный переход. Используются оттенки, близкие к натуральному. Для тех, кто очень хочет, но также боится покраски, подойдет окрашивание кончиков. При желании их можно состричь через пару месяцев, и цвет из них вымывается намного быстрее. Стоимость процедуры в салоне цена на обычную покраску всей длины натуральных волос в среднем составляет 2000-3000 рублей. Зависит от длины и состояния волос. На ранее окрашенные локоны цена может быть выше на 1000-2000 рублей. Стоимость окрашивания омбри, не учитывая расходные материалы, от 2000 для очень коротких волос до 5000 для очень длинных волос рублей. Окрашивание балайш будет стоить от 1500 до 4000 рублей. Цена зависит от длины. Уход за окрашенными волосами все цвета, имеющие красные или рыжие тона, быстро вымываются и нуждаются в бережном уходе. Стоит применять бессульфатный шампунь, а обычным пользоваться 2-3 раза в месяц. Мазки и бальзамы стоит использовать часто только при сильно поврежденных волосах. Для здоровых подойдут несмываемые средства. Они должны содержать в составе солнцезащитные средства. Цвет махагон достаточно сложный и подойдет не всем. Но правильно подобранный оттенок сделает глаза выразительными, а цвет кожи ровным и приятным. Разнообразие оттенков поможет выбрать тот, что подойдет идеально. Узнайте больше о модной технике окрашивания волос. Балайш как сделать на короткие волосы, на волосы средней. Длинные, на длинные, на светлые, на темные, на рыжие волосы. Ультрамодные идеи цветного. Балайша полезные видео окрашивания волос в красный цвет. Кому подходит и так, кому идет махагоновый оттенок. Людям с осенним цветотипом он подойдет идеально. Хорошо сочетается с темными карими или черными глазами, с муглой кожей. Наиболее яркие тона подойдут зеленоглазым, но обязательно со светлой кожей. Рекомендуется женщинам с натуральным русым или каштановым цветом, слегка рыжим. Махагоновые цвета идеально подойдут взрослым женщинам. Но некоторым можно краситься в них после 20 лет. Главное иметь ровный тон кожи лица. Когда не стоит окрашивать волосы подобные оттенки при покраснениях кожи, воспалениях, куперозе, атопическом дерматите. При наличии веснушек и пигментных пятен. Популярные оттенки и не всегда стандартный классический тон идеально подходит. Чаще всего приходится добавлять другие варианты. Самые популярные цвета темный махагон. Махагон естественный коричневый цвет с небольшим добавлением красных и оранжевых отливов. Сочетается с карими глазами и смуглой кожей. Медно-каштановый махагон имеет красновато-желтый оттенок и подходит для светлых зеленоглазых людей. Светлый махагон Имеет золотистый оттенок окрашивания в домашних условиях. Можно использовать перманентные краски, оттеночные средства и натуральные красители. Частичное окрашивание волос. Тем, кто хочет экспериментов, но боится делать все и сразу, можно выбрать любую технику неполного окрашивания. Омбре Постепенный переход от натурального или темного цвета к светлому. Главный плюс Нет понятия отросших корней. Красить волосы можно раз в несколько месяцев. Балаш Применяется сразу два-три сочетающихся между собой цвета. Почти милирование, но крася только две третьих длины от кончиков. Брондирование, как и милирование, делается на всю длину, но использует несколько оттенков. Шатуш Плавный горизонтальный переход цвета. Должен получиться естественный переход. Используются оттенки, близкие к натуральному. Для тех, кто очень хочет, но также боится покраски, подойдет окрашивание кончиков. При желании их можно состричь через пару месяцев, и цвет из них вымывается намного быстрее. Стоимость процедуры в салоне Цена на обычную покраску всей длины натуральных волос в среднем составляет 2000-3000 рублей. Зависит от длины и состояния волос. На ранее окрашенные локоны цена может быть выше на 1000-2000 рублей. Стоимость окрашивания омбри, не учитывая расходные материалы от 2000 для очень коротких волос до 5000 для очень длинных волос рублей. Окрашивание балайш будет стоить от 1500 до 4000 рублей. Цена зависит от длины. Уход за окрашенными волосами. Все цвета, имеющие красные или рыжие тона, быстро вымываются и нуждаются в бережном уходе. Стоит применять бессульфатный шампунь, а обычным пользоваться 2-3 раза в месяц. Мазки и бальзамы стоит использовать часто только при сильно поврежденных волосах. Для здоровых подойдут несмываемые средства. Они должны содержать в составе солнцезащитные средства. Цвет махагон достаточно сложный и подойдет не всем. Но правильно подобранный оттенок сделает глаза выразительными, а цвет кожи ровным и приятным. Разнообразие оттенков поможет выбрать тот, что подойдет идеально. Узнайте больше о модной технике окрашивания волос балайш. Как сделать на короткие волосы, на волосы средние. Длины на длинные, на светлые, на темные, на рыжие волосы ультрамодные идеи цветного. Балайажа полезные видео как подобрать цвет волос. Советы стилиста. Окрашивание волос в красный цвет.